Мы продолжаем чтение Евангелия от Луки, 4 глава, 1 стих. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Мы созерцали картину Крещения Господня, как в виде голубини Дух Святой сошел на Иисуса Христа. И в этом стихе мы видим, как тот же Дух ведет Христа в пустыню. Иисус для искушения от дьявола, как нам говорит Евангелие от Матфея, 4 глава, 1 стих. И был он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями. Говорит нам Евангелие от Марка, 1 глава, 13 стих. Далее продолжает Евангелие от Луки, 4 глава, 2 стих. И ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок залкал. Евангелие от Матфея, 4 глава, 3 стих. И приступил к нему искуситель, и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». «Кто был в пустыне, тот знает, насколько неподходящее место пустыня для жизни человека». Пустыня лишена воды, лишена возможности человеку напитаться. Это все очень непросто. И Дух Святой ведет именно в пустыню Христа. В это место мертвое, гиблое пустыня иудейское такое же место. Для еврея пустыня – это место, куда изгоняли козла от пущения. Вы помните еще Светкого Завета. Это несчастное животное, на это, вернее сказать, несчастное животное, возлагали руки, передавали грехи и отправляли в пустыню для умирания. Пустыня – это драматическое место, потому что там 40 лет евреи ходили, и Господь не разрешал из этого 40-летнего странствия войти в землю обетованную. Пустыня – это место, обиталище дьявола. Не в том смысле, что в другом месте его нет. Так думать не нужно. Мы давайте вспомним преподобных египетских пустынников. Преподобные уходили в пустыню, поселялись в пещерах, поселялись в заброшенных языческих капищах, там, где приносились жертвы идолов, что одно и то же демонам, которые стояли за этими идолами, изваяниями. Это место пустынное от людей, от всякой человеческой помощи и поддержки. Именно с этого начинается общественное служение нашего Спасителя. С искушением дьяволом в пустыне. Он должен был совершить победу над Искусителем в этом тяжелом месте для выживания человека. Преподобные шли в пустыню именно для этого, чтобы совершить победу над всевозможными страхами перед весовской силой. в пустыне. Давайте посмотрим каждый в свою душу. И мы обнаружим, я бы сказал, в количественном даже отношении, огромное количество страхов. каких только страхов внутри человека нет. Если это мирской человек, у него страх за себя, за семью, за мужа, жену, детей, за жилье. Страх перед нищетой, перед социальной незащищенностью. Есть огромное количество предрассудков, которые тоже устрашают человека. Есть также мистические страхи. Человек боится сатаны. И с одной стороны, мы понимаем, что сатана имеет страшный вид. Преподобный Серафим Саровский сказал о нем, что он гнусный. На него нельзя смотреть без ужаса и внутреннего смятения. Он буквально переворачивает душу человека. Но нужно понять, что Бог не попускает человеку видеть этот страх, этот ужас сразу. Потому что после грехопадения Адама и Евы Господь облег человека дебелой плотью, как говорят нам святые отцы. То есть этой плотью, в которую мы сейчас обличены. Плоть у Адама и Евы до грехопадения она была утонченная, одухотворенная. Она была послушна во всем душе человека. Человеку она не была препятствием для каких-то душевных дел. Нельзя было сказать Адаму до грехопадения, что дух куба бодр, а плоть немощна. Плоть не была немощна. Плоть была такой же, как и душа человека. Просто тело, оно было материальным, а душа и дух духовными. Но тело не было болезненным, страдающим. И вот вследствие греха человек получает именно такую плоть. Для чего он получает? А для того, чтобы не видеть своего искусителя. Адам и Евы могли видеть искусителя. Могли разговаривать с ним, что и произошло, не с пользой для человека. Господь дает человеку великое благодеяние, болезненное тело, смертное тело. Мы удивлены и скажем, так зачем? Мы ведь столько скорби имеем от нашего тела, страдающего. Зачем столько мучений человеку? И здесь мы должны понять, что падший ангел, он стремится овладеть человеком. Потому что в каком-то уже смысле он имеет над человеком власть. Апостол говорит, кто кем побежден, тот тому и раб. Человек потерпел поражение. Он был побежден сатаной. И если бы Бог не дал человеку смертную и дебилую плоть, то человек окончательно погиб бы от того соблазна и разврата, который сатана сеял бы в душе человека. Мы не видим сатану, но мы на себе ощущаем огромную силу его. Но эта сила не имеет власти. Эта сила только тогда становится кроме действительной, действенной на человека, если человек позволяет войти в свою жизнь ему. позволил человек. А как он позволяет? Он соизволяет тем мыслям, которые посылает сатана ему. И сатана постепенно раскручивает человека на грех. Он постепенно от мысли через чувства и желания ведет его к действию. То есть путь, который совершается не в одночасье, совершается постепенно. Это значит, что у человека есть возможность остановиться, даже если он по невнимательности отвлекся на сатанинский помысл. Дьявол, греческое слово, происходит по дьяволу, превращать, изменять. Он постоянно изменяет реальность. Он искажает жизнь. Он преподносит нам реальность, но как через кривое зеркало. Вроде то, да и не то. И поэтому Господь ведет Дух Святой, Сына Божия в пустыне. Для того, чтобы совершить победу, первую победу. Но это не последняя победа. Это была первая победа. И когда пустынники шли в пустыню, то они уже пользовались плодами, искупительными плодами Сына Божия. Они шли для того, чтобы делать вызов сатане. Они не просто преодолевали искушение в мирных условиях. Они сами шли для того, чтобы совершить брань, для того, чтобы противостать супостату. Шли туда, где было средоточие страха и ужаса. В сегодняшнем Евангелии было, в одном из Евангелий, которое было прочитано, рассказано о том, как ученики с Христом плыли по морю. И Христос спал на корме лодки. И в это время был огромный шторм. И этот шторм привел в страх апостолов. И вот здесь я хочу подчеркнуть очень важный момент. Для Бога буря и тишина – это равноценные понятия. Он себя чувствует, когда штим, спокойно так же, когда шторм. Он может спать своим человеческим естеством. Несмотря на то, что заливало корму водой и подбрасывало эту лодку. Ученики удивлялись тому, что происходило. И вот мы видим этих людей, которые настолько близко воспринимали Христа в своей жизни, что они с ним шли в пустыню. Для того, чтобы в пустыне вступить в единоборство. Вспоминается много случаев из жизни подвижников, когда именно в самое средоточие, когда кости язычников, которые находились в языческих капищах, приходили в движение, и они умышленно подвижники брали под голову эти кости вместо подушки и отдыхали для того, чтобы совершить эту победу. И вот когда сейчас в наше время появляется все больше и больше сатанизм, то сатанизм – это культ служения. И мотивация служения сатане, прежде всего, имеет смысл следующий, потому что он сильный и могущественный. И если я ему буду поклоняться, значит, он будет мне давать свои силы. Человек в страхе, и он пытается ублажить своего страхователя. Христос сорок дней в пустыне воздерживается от пищи и от питья. Обратим внимание, некоторые скажут – это невозможно. Знаете, я приведу вам пример современный. Недавно было опубликовано, что девушка из какой-то индийской деревни, она находится в обычном состоянии, то есть без всяких там медитаций и так далее. То есть просто вот человек, живет в себе человек, и вот она более года ничего не ест. И тем не менее, ее организм не приходит в состояние расстройства. То есть в данном случае я привожу сам факт, что тело человека может быть без еды. Врачи удивляются и могут объяснить, разумеется, потому что это необъяснимо с точки зрения обычных законов человеческого естества. Другой вопрос. Христос. Христос постится 40 дней. И эти 40 дней поста Он совершает ради нас. Почему ради нас? Почему ради нас? Я объясню очень важный момент. Как бы конституцию Бога человека. Вот человек состоит из тела, души и духа. И тело, душа и дух составляют личность. Неповторимую личность. А вот Бога человека, что собой представляет? Есть четкое учение в этом отношении Церкови. Он тоже имеет тело, имеет душу и имеет дух. По церковному вероучению четко определено, что не воспринято было Богом, значит и не было очищено и искупено. То есть все, что имеет обычный человек в своей трехсоставной конституции, в своем устроении человеческом, все воспринял и Христос, Сын Божий. Но единственное, чем отличается Бога человек от обычного человека, тем, что у Христа нет личности человеческой. У Него божественная личность вобрала в себя две природы, божественную и человеческую. Не две личности во Христе, а одна личность во Христе, божественная. Личность Сына Божия. А вот личности Сына человеческого нет. Есть только три природы человеческой. Для чего вобраны в эту личность божественную три природы? Для того, чтобы преобразить и очистить. Потому что мотивация, которая распространяется на человеческие природы, она исходит от личности. И вот, следовательно, если у человека в его мотивации личности есть грех, следовательно, он распространяет этот грех на свои человеческие природы. У Христа нет человеческой личности, у Него только божественная. И Он распространяет свою чистую мотивацию на трехсоставность человека. Но кроме личной свободы, личности, есть еще так называемая воля природная, которая тоже была у Христа. это обычная воля, которая есть в человеке, естественная воля, которая стремится к тому, чтобы напитать, скажем, тело. То есть она не будет причинять себе вреда, а воля к тому, чтобы направлять свое тело ко благу. Но вот для чего я говорю об этом. Сын Божий, Сын Человеческий одновременно, он был безгрешен, но был, мог совершить грех. Это очень важно отметить. Если бы он не имел возможности, возможности ко греху, то тогда он не смог бы быть для нас образцом для подражания. Потому что он не смог бы дать нам образ для подражания по нашим силам, если бы у него не было возможности согрешить. Но нужно подчеркнуть, что это была не склонность грешить у него, а возможность согрешить. И возможность, она скрывается не в природе человека, потому что в природе скрываются склонности, а в личности, в воле, в свободе личности скрываются возможности. на то она и свобода, что человек может поступить так, как он считает нужным. Не по предписанию и протоколу, а по произволу. Но мы говорили еще о том, что есть понятие свободы, а есть понятие свободы выбора. Так вот, у Христа не было свободы выбора. У него была свобода. У человека появляется свобода выбора. Чем отличается свобода выбора от свободы? Тем, что свобода это на самом деле и именно и есть свобода. А свобода выбора, для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, приведу вам пример. Если муж стоит перед выбором, вот его жена и вот любовница. И если он ему предлагается, с кем ему дальше жить, и если он останавливает свое внимание перед выбором, то скажите, пожалуйста, это есть свобода или нет? Нет. Потому что не может у свободного человека быть выбора в этом случае. Потому что выбор уже совершен. И вот это колебание, это как раз и есть угнетенность свободы. И вот то, что называется сейчас свободой в нашем обществе, это есть понятие свободы выбора, но не свободы. Свобода это свобода к осуществлению себя в положительном, а не в том, чтобы сомневаться в положительном, для выбора и в зло. Это неравноценное понятие добро и зло. Во всех буквально религиях есть понятие, что как плюс и минус, черное и белое, так же добро и зло нет. Белое добро это то, что естественно, это то, что Богом создано, это нормально. А вот зло это болезнь, болезнь свободы. Но разве может быть в этом же списке болезнь и здоровье как равноценные понятия? Нет. Потому что здоровье это то, что естественно, а болезнь это то, что как бы навязано. повязано. Но сейчас, после грехопадения, болезнь является неким благом для человека. Потому что только болезни человека возвращает к осознанию своей немощи, слабости. И только тогда человек начинает замысливаться над своей жизнью и обращаться к Богу, где он обретает спасение. То есть, болезнь является неким педагогическим средством, но неестественной составляющей человеческого бытия. И вот, возвращаясь к искушению в пустыне, Христос имел возможность согрешить. И давайте рассмотрим эту первую возможность. И приступил Матфея, 4 глава, 3 стих. И приступил к Нему Искуситель и сказал, «Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он взалкал, сорок дней не вкушал пищу. И искушение было действительно тяжелым искушением. Я упомянул вам о том, что есть воля природы человека, которая преследует благо для себя. То есть, это называется инстинктом сохранения, это одно из проявлений этой природной воли, природной, но не личностной. природная воля стремится к тому, чтобы обслуживать естество. И мы всегда стремимся к тому, чтобы самосохраниться. А вот личностная воля, она бывает совершенно противоположна инстинкту самосохранения. Когда идет речь о своем спасении или о спасении моего ребенка или кого-то другого, то человек поставит над своим спасением спасение другого человека. И это есть проявление воли, свободной воли именно личности. и вот сейчас искуситель искушает Христа тем, чтобы он обратил внимание, «Ну, ты же так истощал, ты слаб, немощен, ты сейчас можешь умереть, и дальше ты не сможешь жить». А ведь давайте посмотрим в нашу обычную жизнь, когда мы постимся. А недели мыслей посещают и нас. но нам немножко по-другому предлагается. Скажи, и эти деньги, которые ты имеешь в кошельке, они превратятся в вкусный бутерброд. Зачем ты себя так мучаешь? Ну, нет же в этом воли Божьей. Неужели Господь желает страдания? Ну, давайте посмотрим именно что происходит с нашим Спасителем. Он не говорит, что страдание является целью человеческой жизни. Оно не является целью. Но оно дается человеку для того, чтобы он его побеждал. Потому что через победу над любым страданием человек совершенствуется. А совершенство нужно для человека. Потому что это заложено в его человеческое существо. Если человек не будет совершенствоваться, он не будет человеком. он будет животным, он будет каким-то программным существом. Человек всегда должен принимать нестандартные решения. Потому что наша жизнь, она течет не по протоколу программному. она всегда драматична. И вот когда идет речь о посте, идет речь прежде всего о шкале ценностей. Что для нас является более ценностным? гривен. Вот для нас понятно, если мы держим в одной руке 100 гривен, а в другой руке 2 гривны, то на этих весах для нас совершенно понятно, что 100 это больше, чем 2 гривны. И вот когда мы постимся, то нам предлагается прежде всего взвесить ценности, которые мы декларируем, нужно заметить, по своей принадлежности к церкви, к христианству. Мы-то говорим, что мы христиане, но давайте докажем, что мы христиане. Давайте прежде всего докажем именно тем, какие ценности восторжествуют в момент выбора. И вот когда пост, с одной стороны инстинкт самосохранения, Богом вложенный инстинкт, нужно заметить. это не является каким-то атовизмом следствия грехопадения. Инстинкт нет, Богом вложенное качество, механизм, который работает на спасение организма и продолжение вида человеческого. Значит, когда мы стоим перед выбором, то христианство и человечество здесь являются ценностями. человеческая ценность и христианская, какая больше. И вот когда человек склоняется к тому, чтобы сейчас не сказать, чтобы эти гривны стали продуктами, значит, в нас восторжествовало христианство. Но если мы скажем, значит, в нас восторжествовало человеческое. Следовательно, идет процесс на понижение человеческого развития. Скажи, если ты Сын Божий. Вот какие слова. А помните, мы уже слышали слова, конечно, позже эти слова будут звучать, но я сейчас привожу их в связь с этим моментом. Если ты Сын Божий, то сойди с креста. Помните? Но эти слова прозвучали не из уст сатаны, а из уст фарисеев. То есть, мы видим то, что Христос тогда заметил. Отец, ваш дьявол, обратился к фарисеям. Они настолько были поглощены этим существом, что там уже не осталось ничего духовного. Там все было человеческое, которое работало, как механизм только самосохранения. Чтобы камни сие сделали с хлебами. И он сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом исходящим из уст Божьих. Потому что это было сказано еще в книге Второзакония, в восьмой главе, третьем стихе. Я рекомендую прочитать вам братья Карамазовы, особенно легенду о великом инквизиторе. Это вот внутри этого романа Достоевского есть небольшая легенда, которую сочинил Иван Карамазов. Легенда о великом инквизиторе. И именно там кардинал, это происходит событие в шестнадцатом веке, пылают костры, на которых сжигают еретиков, ведьм, католическая церковь. И вот приходит Христос в этот мир, безмолвно, ничего не говоря. Он произнес только два слова талифа куми. Девицы встань, когда воскрешал умершую девушку. Больше ничего не говорит, он только помогает и отвечает на мольбу людей, которые узнают во Христе, в шестнадцатом веке Христа. Христа. И вот когда инквизитор, кардинал берет и садит в темницу Христа, он начинает выговаривать Христу такие слова, что «Почему ты не послушался Великого Духа», то есть Сатаны. Ведь нужно было послушать этого мудрого Духа, когда Он тебе предлагал хлебы, да и не камни сделать хлебами, а ты все во имя свободы, во имя любви. А если бы ты сказал, чтобы эти камни стали хлебами, то ты не с пустыми руками пришел бы в общество, и толпы пошли бы за тобой, все бы боготворили тебя, провозглашали над собой владыкой, потому что эти несчастные жалкие существа, далее говорит кардинал, инквизитор испанский. «Они ведь так падки на чудо! Они готовы продать свою совесть за чудо! Почему ты не совершил? Ах, да, ты ж любишь свободу человека!» И далее Он говорит, «Конечно, если бы ты совершил это, то тогда не было бы любви от этих жалких существ, а был бы только восторг перед твоим всемогуществом! Они как рабы чествовали бы тебя, но не было бы у них любви к тебе! Но мы сделали то, чего не сделал ты, говорит кардинал, а ты пришел нам мешать! Мы делаем им хлеб, они просят хлеба и зрелищ, и мы даем! И действительно, вдуматься только, если бы сейчас, да и даже тогда, Христос пришел, и только бы занимался тем, чтобы кормил всех, совершал бы чудеса! Я думаю, что другой религии в этом мире больше не было бы! Не было бы ни мусульманства, ни буддизма, ни любого другого язычества, ни магии, ничего не было! Была бы только христианская церковь! а потому, что все религии, они нацелены на то, чтобы обслужить религиозным путем аппетиты человека, с помощью каких-то религиозных ритуалов, или же магических механизмов, технологий. везде, в любой религии, существуют технологии. И даже если мы посмотрим на современный протестантизм, это как раз вот тот путь технологий. Я не так давно просматривал интервью, видеоинтервью одного известного харизмата, пятидесятника, Алексия Ледяева. Это наш современник. Это очень популярный пятидесятник, проповедник. Его считают апостолом пятидесятническим. И вот, когда ему задавали вопросы, как ему все это удается влиять на огромное количество людей, он говорит, люди хотят хлеба и зрелищ, так я и даю им это. Он артист, у него огромное количество на сегодняшний день мюзиклов, которые сделаны с использованием современных технологий музыкальных, где он перелагает Евангелие в этих мюзиклах на такой вот язык рок-музыки, где Христос ездит на машине там и так далее. Апостолы танцуют там или рэп какой-нибудь, или что-то еще. Это можно увидеть при желании сейчас в интернете достаточно этого материала. И, конечно же, современному человеку, который не задается даже вопросом, кто такой Христос и для чего он пришел в этот мир. Он первое, что встречает о Христе. Это мюзикл. Очень доступный, понятный для таких вот обычных, не утруждающих себя мозгов. И, конечно, ему это нравится. И когда говорят, что завтра, братья и сестры, мы будем раздавать гуманитарку, то, конечно же, это очень подходящий разговор. Сразу от слова к делу. Но Господь идет другим путем. Он не продает себя. Он не торгует собой. Он показывает образ. Он дает икону человеку. Как человеку нужно жить в этих условиях. И с помощью кого нужно совершать победы. И как это совершать. Потому что только тогда мы идем путем очеловечивания. И в результате мы становимся настоящими христианами. Сынами Божьими по благодати. «Не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». А чем питались отцы, вот когда мы ездили в Киево-Печерскую лаву и спускались в пещеры вниз. Мы спускались... Представьте себе на секундочку. Мы идем на кладбище наше, и у нас появляется возможность спуститься вниз. Для того, чтобы видеть в разрезе могилы тех людей, которые находятся в этих могилах на нашем кладбище. И это нас приведет в ужас и своим зловонием, во-первых, тлением, разложением. и когда мы спускаемся вниз тех пещер в Киево-Печерской лавы, то мы обнаруживаем, что эти люди по многу десятков лет были затворниками в маленьких кельях. и что они вкушали там? Воду немного, просвору, они другой пищи не вкушали. Только святая вода и немного просворы. И то, раз или в несколько недель, или даже месяцев некоторых, это был совершенно нечеловеческий подвиг с нашей точки зрения. Но это факт. Это факт. И мощи сейчас этих святых почивают недледными, наполненные благодатью Божьей. И вот они питались всяким словом. вот что значит питаться Словом Божьим. И вот когда мы постимся в меру своих сил и возможностей, мы ведь тоже воздерживаемся от еды. И чем мы компенсируем недостаток еды? А тем, что мы доверяемся Богу, Его Слову. И мы доверившись Его Слову, получаем от этого огромное укрепление своих душевных и телесных сил. И мы не хотим нарушить этого поста, потому что мы знаем, что в этом совершается некое подражание Христу. Мы пребываем вместе с Ним в пустыне. И повел Его в Иерусалим и поставил Его на крыле храма и сказал ему, Лука 4, 9 стих, если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз. Это искушение другого порядка. Повел Его в Иерусалим. Что это значит вообще? Как это так? Неужели Сатана мог повезти Христа? Нет. Он принимает вызов от Сатаны, Христос, для того, чтобы сразиться на той площадке, которую предлагает ему сам Сатана. И сейчас этой площадкой становится крыло храма. То есть, некая паперц. Потому что достаточно сложное архитектурное строение был Иерусалимский храм. С многими ступеньками, переходами и так далее, площадками лестничными. и с этих лестничных площадок вниз была достаточно большая высота. И всегда в Иерусалимском храме собиралось огромное количество людей. Потому что храм был один для всего еврейского народа и для всей еврейской диаспоры. И представьте себе, стоит Христос на возвышенности. Откуда обычно проповедовали проповедники иудейские. И Он бросается вниз. На глазах у всех. Все смотрят на это зрелище недоумение. Все в священном оцепенении. Его подхватывают ангелы и Он даже ногой не касается земли. Как это говорится в девяностом псалме, что ангелы понесут тебя и что ты не приткнешь ногой своей не приткнешься. Представляете, какое огромное количество восторженных поклонников появилось бы у Христа. Это великая тайна. И поэтому кардинал говорит, ты отказался от самых мощных орудий влияния на человека, от чуда, тайны и власти. А мы, говорит, все это приняли. Ибо ангелом своим заповедает тебе сохранить себя. Бросься отсюда вниз. И Христос отвечает. Сказано, не искушай Господа Бога твоего. В книге второзакония 6 главе 16 стихе. Не искушай. сегодня любая светская газета или журнал печатает рекламу чудотворцев. С какими только призывами, что особый дар Божий с огромными крестами не фотографируется. с такими напускными лицами елейными, что вот они спасители человечества. Господь отказывается в первом искушении сотворить чудо и во втором. И нужно заметить, что Он не просто имел дар Божий, а Он был источником дара. И Он отказывается от чудотворения. Он не желает, чтобы за Ним шли толпы впечатленных, охмуренных чудом. Сейчас любая реклама, она прежде всего направлена на то, чтобы сделать телезрителя дураком. В самом буквальном смысле этого слова. Чтобы Он сразу начал хлопать в ладоши, в восторге говорить, да, наконец, мы дождались. Господь не совершает это. Не искушай. Вот какие, какой простой ответ. Не искушай Господа Бога твоего. Возведя его на высокую гору. Переходят на другую площадку единоборства. На высокую гору. Дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, тебе там власть над всеми царствами, и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Давайте обратим внимание на очень интересный момент. В первых двух искушениях что происходило? Он говорил, если ты Сын Божий. А вот в третьем он не говорит, если ты Сын Божий. Сатана был убежден, да он не Сын Божий. Но какой же он Сын Божий? Если бы он был Сын Божий, значит он легко совершил бы чудо. Сейчас осталось только этого чудака Христа. обольстить, и чтобы он поклонился сатане. И я ему пообещаю власть над царствами этого мира. и во мгновение ока показывает свою власть. Вот здесь очень любопытный момент. Вот что значит во мгновение ока? И что значит эта власть? Сатана был убежден, он не Сын Божий. А знаете почему? Если мы перенесем свое внимание на более поздние евангельские события, когда Христос умер и сходит во ад, то Церковь говорит о Христе в этот момент, называя Его всехитрецом. Но вот хитрость и мудрость на греческом языке это слова однокоренные. то есть если хитрость не граничит с подлостью, то это мудрость. Если она граничит с подлостью, то это лукавство хитрость. А всехитрец он скрывал свою божественность. Он не потрясал воображение своей божественностью. он не хотел, чтобы ему покорялись как невольники. Он хотел быть всегда образом для подражания. Он не хотел быть образом, пред которым бы люди кланялись, но не в том смысле, что кланялись, он вообще не допускает этой возможности. Но он хотел, чтобы люди подражали ему. Подражали ему в образе его жизни. Потому что Христос, Сын Божий обликается плотью, человеческим естеством для того, чтобы показать именно, что возможно, будучи человеком, жить так, как жил он. и сатана убеждается для себя, что он не Сын Божий, то он поглощает Христа в ад. и в очередной раз сатана торжествует победу. И в этот раз человек стал, этот праведный человек, это чистый, бесспорный человек. Он же видел, как он чист. И в этот раз этот праведник очередной, посланник Бога становится моей жертвой. Он становится моей добычей. И помните, как пасхальный канон говорит, что ад Христа что из блева. Даже так, казалось бы, с одной стороны поэтично выражает церковь свою мысль, но таким неблагозвучным словом, потому что другого слова нет, для того, чтобы выразить эту мысль. Он поглощает его, но когда он поглотил, он не смог держать ад, преисподняя не смогла держать, потому что он блистанием божества облистал. Сила божества разрушила адские склепы. Он был обманут лукавый. Но, заметьте, не Христос его обманул, потому что Христос не обманывает, а сатана обманулся, потому что он не заметил в этих победах Христа, не заметил его, как Сына Божия. В этом смирении и покорности и послушании Сына Отцу. И если Христос не согрешал, то не потому, что не мог согрешить, а потому, что он был полностью покорен своему Отцу. Его воля была покорна воле Отца. И человек, когда становится покорным Богу, он перестает грешить, потому что он ведом спасительной воли Божьей. И он показывает ему некую иллюзию, на что способен лукавый. Ведь помните, как говорит нам апостол, что ангел сатанин может принимать образ кого? Ангела света. Для того, чтобы соблазнить. И здесь он использовал все свои возможности. А для этого очень хорошо вспомнить мастера Маргариту Булгакова. Это прекраснейшее произведение, потому что в этом произведении мы видим версию Евангелия. И это версии Евангелия от Воланда, от Сатаны. И мы видим, как эта версия захватывает умы и сердца москвичей, которые обезбожились на то время. Насколько близка эта версия, что события начинают охватывать неверующих уже к тому времени москвичей своей вот этой сатанинской версии Евангелия в страстные дни, потому что события разворачиваются именно в страстные дни, согласно Черновика Булгакова. И вот Сатана создает иллюзию, что он властелин. Помните, Матфей в конце просит Воланда через, вернее сказать, Ешва Ганацри просит через Матфея. Куда этих? То есть получается, что по версии Воланда Христос, он является послушным Воланду. Он под его властью. Вот к чему стремиться. Сатана. И он создает свое карманное Евангелие для атеистов. Ему смирение чуждо. Мы помним, как однажды Макарию Египетскому явился Сатана и говорит, «Я ненавижу тебя, Макарий». И тогда Макарий его спрашивает, «А почему ты ненавидишь меня?» «Потому что я молюсь?» «Да нет», говорит. «Нет». Он спрашивает, «Может быть, потому что я бодрствую?» «Нет, я вообще никогда не сплю. «Может быть, потому что я пощусь?» «Нет», говорит. «Я вообще ничего не ем. А почему ты ненавидишь меня?» «Потому что ты смирен, а я горд». А смирение – это когда человек принимает волю Божию покорно. И вот Сын Божий, Он не искушает своего Отца, «А он оказывает ему покорность». Вот. В чем непонимание сатаной Христа? Для него это непонятно. Как можно оказывать покорность? Как можно смиряться? И поэтому он уже совершенно уверенно говорит, «Ну что ж, вот видишь, царство, имей в виду, что я всем этим владычествую, но если хочешь, я возьму тебя в сопровительство». И тогда Господь ему говорит, «Отойди от меня, сатана!» Написано, «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». А ведь давайте задумаемся над простой еще истиной. Вот сколько говорят сейчас в наше время. Говорят, уринотерапия помогает. Говорят, экстрасенсы помогают, бабки-шептухи, чародеи, волхвователи помогают. А раз помогает, это очень серьезный аргумент. Значит, почему бы не воспользоваться? И вот давайте задумаемся в этом контексте сказанного. Что было сказано в Священном Писании еще в Ветхом Завете? Что не обращайся за услугами к волхвователям, чародеям и так далее, и так далее, и так далее. Шептунам, помните? Потому что нет в этом воли Божьей. Ну а другие скажут, так как же? Ну помогает же. Грех отказываться, раз помогает. И вот видите, насколько огромная пропасть в сознании между Божьим человеком и человеком, который от Бога отошел. Для него самым основным аргументом является не то, что помогает, а самым основным аргументом, а есть ли воля Божия в этом. И когда он узнает, что нет в этом воли Божьей, он спокойно отказывается от услуг, даже если они эти услуги могут воскресить из мертвых. Даже если человек раком болен, и ему предлагают, что мы тебя тут всего в два счета вылечим, но средствами бездуховными, в которых нет воли Божьей, то христианин должен сказать «нет». потому что это противоречит воле Божьей. И поэтому если люди говорят, что мы пошли этим путем, потому что мы решили спасти кого-то, свое дитё решили спасти, и поэтому обратились к этим чародеям, чтобы помогло, то нужно знать. Они поставили свое дитё и себя на путь отречения от Бога. И они не спаслись. Они только стали на путь погибели. Для христианина самое главное – это воля Божья. Потому что только воля Божья ведёт человека правильным путём. Никогда мы не должны рассматривать именно с точки зрения помогаем. Это очень и очень важно. Только Богу кланяться нужно и Ему служить. «И окончи всё искушение, дьявол отошёл от него до времени». А давайте вспомним. Неужели сатана искушал Христа вот таким вот беспосредническим образом? Нет, не искушал. Он нашёл слуг для себя сатана. И он искушал уже через фарисеев, через многих других иудеев, которые искушали Христа. И ещё нужно заметить, что Христос разговаривает с сатаной. И вот здесь важна одна очень важная деталь. Если у нас вся трагедия сосложения сатане происходит в нашей голове, то Христос разговаривает с ним не в голове своей. Это важный момент. Почему? Потому что наша голова, наша голова, стала доступна для сатаны. И вот здесь Евангелие подчёркивает, что Господь совершает единоборство то в пустыне, то на горе, то на крыле Иерусалимского храма. То есть совершается единоборство вне его. А мы совершаем внутри и в этом наше поражение. А вспомните подвижников благочестия. Каким образом у них происходит брань? Сатана является буквально как бы физическим образом. Помните, даже Господь попускает, чтобы ангелы падшие, демоны избивали преподобных. Помните? То есть происходит уже не внутри искушения, а снаружи. Потому что они изгнали из своей внутренней жизни сатану. Он как бы стал таким, неким внешним объектом. А у нас это как голос, звучащий запросто ежедневно. Он звучит настолько альтернативно, как голос совести внутри нас. Нам приходят мысли от сатаны так же, как приходят мысли от Бога. Всё происходит внутри. Вот в этом трагедия человека. Одиннадцатый стих, Евангелие от Матфея, 4 глава. «И все ангелы приступили и служили Ему». Господь как бы подчеркивает, что этот поединок был не с помощью ангельских сил. Это было единоборство. Они с этого момента приступили и служили Ему. Он совершил победу над этими искушениями своим смирением, отказом от чудотворства и отказом от власти и тайны. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 19 стих. «И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить Его, кто ты?» Он объявил, и не отрёкся, и объявил, что я не Христос. «И спросили Его, что же, ты или я?» Он сказал «нет». «Пророк?» Он отвечал «нет». «Сказали Его, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас, что ты скажешь о себе самому». Он сказал «я глаз вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу», как сказал пророк Исаия. «Обратите внимание, в каком контексте этот текст прочитан?» Евангелие от Иоанна, 1 глава, нам повествует о том, что Сын Божий – это Слово. Сын Божий – это Слово. А кто Иоанн? Он – голос. В чем же разница? Голос – это звучание, а Слово – это мысли. Слово – это смысл, это как бы текст, но озвучивает это Слово Иоанн Креститель своим голосом. В голосе всегда мы чувствуем и дыхание. В голосе мы ощущаем интонацию. Это настолько потрясает, кто был, кем был Иоанн Креститель. О нем Христос скажет Божий. Среди всех рожденных женами это больше человек. Никто не мог так адекватно передать интонацию Слова, смыслом, который хотел донести Сын Божий. Как это смог сделать Иоанн Креститель? Он был голосом. Но в этом еще и звучит другая мысль. Если он – голос, значит, он как бы отказывается от своих собственных мыслей, от своего собственного Слова. Он становится выразителем, добровольным выразителем Слова, которое говорит безмолвствующий заметье в этот момент Христос. Потому что Он говорит «Я голос вопиющего в пустыне». Христос сказал в пустыне только три предложения. Но эти предложения Иоанн Креститель не повторяет. То есть голос Его не в цитатах, которые произносил Христос в пустыне. Он не был неким ретранслятором. Это не был некий телемост в пустыне Иордан. Он настолько близко ощущал Бога. Он настолько свое человеческое существо сделал тем музыкальным инструментом, через который Господь выражал свою мысль и доносил так адекватно и понятно всем тем, кто приходили на Иордан принять крещение от Него. Он говорил немногословно, но всегда эти слова проникали глубоко в сердце. Никто раньше не мог пробудить хоть какое-то чувство, мягкое чувство добра в Ираде Антипе, который царствовал в тот момент, когда проповедовал Иоанн Креститель. Но в сладость Ира Дантипа слушал Иоанна Крестителя. Для него слова Иоанна Крестителя были неким елеем для его злой, озлобленной души. Иоанн Креститель не совершил ни одного чуда, как нам говорит Писание. Вдумайтесь только, Христос не совершил ни одного чуда в пустыне. Иоанн Креститель, как о нем говорит Писание, тоже ни одного чуда не совершил. Потому что его личность Иоанна Крестителя была чудом. Он был настоящим человеком. И если бы все мы были настоящими людьми, то не было бы необходимости в чудесах. Именно чудеса возникают для того, чтобы выразить некие возможности, некий потенциал человеческого существа. Но это всегда вынужденность. Он сам был чудом, огромным чудом. Он мог передавать адекватно. Не так, как Тютчев сокрушаете, что мысли, выраженные словом, это ложь. А он мог быть голосом мысли, которую хотел Христос донести до людей. И посланные были из фарисеев. А фарисеи, начетники, это люди лукавые, коварные. Они искушали Его, Иоанна Крестителя. Позже они будут искушать Христа. Как сатана искушал цитатами священного писания самого Сына Божия. Вырывая их из контекста. Используя не по назначению, а по своей прихоти. И вот современное сектанство, оно как раз этим и живет. Все сектанство построено на том, чтобы использовать вне контекста священное писание. Как говорит далее этот, цитированный мною, Алексей Ледяев. И он совершенно цинично рассуждает в своем интервью на всю страну. Его слушают его же последователи. И он говорит, они хотят хлеба и зрелища, я даю. Более того, когда они приходят, обычные люди, в ресторан. То неужели там ограничивается только одной закуской. Там есть и первая, и вторая, и третья. Я все им даю. Они хотят этого, я даю им. И эти люди, обратите внимание, они после этого, как инквизитор сказал, они свою свободу хотят отдать нам для того, чтобы мы только дали хлеба. И говорит, мы дадим им хлеба. Но далее он еще более цинично рассуждает кардинал и говорит, мы даем им хлеб, который раньше от них отобрали. И они, когда мы им даем вторично их же хлеб, они нами благодарны за это. Вот. Да даже взять любую государственную систему, которую так боготворят, из которой связывают счастье своего будущего. Ведь те социальные услуги, которые люди получают, ведь они-то, эти социальные услуги, это те же деньги, которые были в свое время взяты в качестве налогов. Это тот же хлеб, который сами люди заработали, но в какой-то момент они их получили. И из-за этого, когда им повышают зарплату, они счастливы. Но они же заработали этот хлеб сами. Вот на что способна власть. Власть способна человека делать дураком. И поэтому Господь, когда евреи просили дать им царскую власть, как у прочих народов, то Господь предупредил. Но вы же знаете, что вы будете налоги платить. И так именно было сказано. Вы же знаете, что они будут взымать это на свой царский двор царим. И дети ваши, дочеря, будут в гаремах царей. А сыновья будут служить в войске царям, охранникам. Вы согласны на это? Да, конечно. Мы так хотим иметь над собой царя. Это мечта. И вот после всего этого, как можно сказать, что человек умное существо? Нет, конечно, человек не глупое существо. Вернее сказать, он не имеет возможности быть умным человеком. Но когда он отходит от Бога, он просто становится винтиком, о чем мечтал великий вождь пролетариата. Чтобы человек был винтиком в механизме революции. То есть он будет выполнять определенную функцию. А где свобода? Только Христос хотел, чтобы человек был свободен. Так было лозунгом у Сталина. Железной рукой загоним. Так и говорится, загоним. Я сегодня буквально сталкивался с этой цитатой. Загоним. А загоняют стадо баранов. Загоним людей к счастью. Железной рукой. К счастью. Железная рука и загоним. Очень совместимые понятия. И люди при этом боготворили вождя мирового пролетариата. И горькие слезы проливали, когда почил этот бессмертный. Не от радости. Плакали искренне. Конечно, те, кто гнил где-то в лагерях, в этих загонах, тот, конечно, уже, может быть, и от радости плакал. Ну ладно. На сегодня хватит. 17.34. Полтора часа времени прошло. Вопросы есть? Вопросы? Нет. По тексту. Следующее наше чтение будет с Евангелия от Иоанна. Двадцать... Первая глава, двадцать пятый стих. И они спросили его, что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илья, не пророк. Что-что? От Иоанна. От Иоанна. Первая глава, двадцать пятый стих. Двадцать пятый стих. Двадцать пятый стих. Двадцать пятый стих. И другие евангелия. Синаптические. То есть, Матфея, Марка и Луху. Храни Бог.